Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено моим пустым баночкам за сентябрь. Я немножко сменила дислокацию и думаю, в чем-то учту вопли. А, фон сменился, да, в чем-то... И вообще, на самом деле, мне просто захотелось попробовать немножко по-другому заснять видео. И это, мне кажется, слегка удобно, потому что как бы на стол все ставится, и люди видят. И я как бы... Ну, в общем, я думаю, что вам понравится. Если вам это интересно, эти все пустые баночки за сентябрь, и вы мой фанат или поклонник, то оставайтесь со мной. Если же нет, то выключайте видео и идите погуляйте. Хотя на улице у нас, вот лично у меня в Угличе, какая-то серость, ветер и по ходу дела полудождь. А еще я очень надеюсь, что наша светомузыка, связанная с напряжением электричества в моем доме, в нашем доме многоквартирном, поможет нам сегодня, в смысле не будет мигать или останется как есть. Ну, или как-то так. В общем, начнем. У меня, как обычно, накопилось очень много баночек пустых. И я, как уже говорила, кажется, в предыдущем своем видео обзоре, по ссылке от Насти Зарецкой, привет тебе, если смотришь меня, потому что тут еще будет как минимум один продукт от тебя, и Дефирамбы, и продукту, и тебе. В общем, как я и уже говорила, у меня второй месяц идет, я допользую то, что у меня когда-либо открывалось, отдаюзываю, и, соответственно, частично разгружаю свою полку. В общем, сейчас я... Есть несколько продуктов, которые, конечно, уже заканчиваются, но чтобы их не оставлять на следующие пустые баночки, только из-за них там двоих-троих, я решила их сейчас немножко обозреть. Это вот тут, ну, видно, конечно, что тут еще есть. Это у нас лимитированная коллекция пряной цукаты, гель-гаммаш для душа, апельсин и корицы, 250 мл от Ифраше. Он у меня долго стоял, у него срок годности вообще до 7-го 2017-го, но он у меня что-то долго-долго стоял, я его буквально чуть-чуть попробовала, и стоял, и стоял. Все, мне казалось, что он весь такой с блестками, но на самом деле это, по ходу дела, не совсем блестки, это эти самые частички. Я не знаю, насколько сильно он скрабит, но мне просто нравятся такие гели-гаммажи, он по запаху очень хороший. В общем, вот я его тут усиленно доюзываю сегодня. В общем, у меня осталось тут, может, на 1-2 применения. Вот такой вот. Потом у меня заканчивается шампунь от Green Mama, который уже снятый, к сожалению, второй раз они его уже снимают, не знаю, будут ли они его возобновлять в производстве. Это шампунь здоровый баланс и легкая для жирных волос. Вот Матимача Хаймята, знаете, такая шикарная вообще по запаху, по аромату и по чувству консистенция такая. Ну, не то чтобы он густенький, не сказать, что он жиденький, такой в стиле Green Mama хороший, такой гелеобразный. И он похож на их гель для душа, где эвкалипт кажется, и мятой. Вот именно такой мятный леденец, очень классный. Вот у меня сегодня волосы помыты только им, без всяких там бальзамов и шампуней. Правда, буквально-буквально вот полчаса назад я помыла голову, поэтому они еще слегка влажные. И, возможно, кто-то будет говорить, что у меня нет объема. Если вы где-нибудь увидите, в Green Mama его уже не продают, но на Озоне он еще был. Если вы увидите такой шампунь, то я вам его советую. Он стоит, на Green Mama он стоил 306 рублей, на Озоне я его покупала за 313. В общем, очень хороший, надолго хватает, сочетается нормально с разными всякими масками, и от Faberlic, и от прочего-прочего-прочего. И сам по себе тоже хороший. Так, еще, это то, что у меня на столе. Потом у меня еще там огромный такой пакетик, точнее сумочка от Eiffroche. Я подозреваю, мне придется делать паузу. Это Green... Так, Garnier Desodorant Neal, интенсивный антипеспирант, невидимый сухой крем, 48 часов. Без спирта, наверное, впитывается. Это, кажется, от Насти. У меня еще там осталось, он выдавливается. Тут 40 мл. Я, кажется, в обзоре у Аленки видела, что она ругалась, что там не выдавливается нифига. На самом деле, очень хорошо выдавливается. У меня там еще есть. Я думала, что мне его хватит месяца на полтора, вот уже два месяца, если не больше. И он у меня еще есть. И он действительно... Слушайте, я в деревню как-то поехала. Получилось так, что я не смогла принять душ полноценно. И у меня из-за того, что там было холодно, у нас перебудит с электричеством был. Там сейчас кто-нибудь скажет, что я какую-нибудь газость говорю, или то, что нельзя говорить, да? В общем, он действительно держит 48 часов. Этот запах пота убивает и все остальное. В общем, он мне очень понравился. Он очень классный. Возможно, я такой сама себе приобрету. Ну, а вообще, я тут собирала сделать себе дезик. Я пообещала еще вчера записать. Там девочки Юли, не помню фамилию, надеюсь, она меня простит за мой этот склероз. Но я постараюсь в ближайшие дни сделать все-таки видос на то, как я делаю дезик для тела, для себя в смысле самопальный, так сказать. Но уже, правда, не с шариком, а с прям. Потому что что-то у меня... Нет у меня этих флакончиков с шариком. А тот, который был, приказал долго жить. В общем, очень классный дезик. И вот здесь вот, ну, действительно, совсем чуть-чуть. Вот. Как обратно вот так убрать? Ну, и оно, короче говоря, действительно провели и впитывается. Как написано, если вы немножко выдавили и провели, и оно сразу впиталось, значит, вы выдавили именно столько, сколько нужно. У меня заканчивается вот этот маленький растительный уход для тела, увлажняющее молочко для тела 30 мл. Для Атыфраши. Он мне пришел как-то в подарок. Я первый раз его запользовала чисто для тела. Он действительно очень легкий, быстро впитывается. А второй раз я его стала пользоваться как крем для ног или крем для рук. Буквально совсем чуть-чуть. Вот. Такая вот капелюшечка. Никакой скользкости, ничего такого. В общем, очень быстро впитывается. Все, впитался. Приятно пахнет травкой. И, в общем, я его пользовала именно как крем для рук. Я думаю, полноценный флакон, или для ног, полноценный формат вот этого кремика, точнее молочка для тела, это вообще шикарно, наверное, спасение в зиму или для тех, у кого очень сухая кожа. У меня наконец-то заканчивается. Я его даже разгибать не буду. Это герд для лица с комплексов аминокислот и микроэлементов. Карина от Свободы. Что-то он мне обошелся в 19, что ли, рублей. Когда у меня что-то был очень сильно напряг деньгами и очень сильно напряг с кремами. Потому что крема закончились, и денег как-то не наблюдалось в ближайшее время. И, в общем, я купила такой кремик. У нас есть такой магазин раньше, он назывался Черный Конт. Потом Лабиринт. Сейчас я без понятия, как он называется. Но хозяин у него все тот же. В общем, тут еще чуть-чуть совсем осталось. Он такой сиреневато-прозрачный. Не знаю, будет ли видно. Он очень быстро впитывается. Так приятно, непонятно чем. Наверное, какой-нибудь свободой пахнет. Наверное, так свобода и пахнет. Ну, в смысле свобода. Хотя, может, и свобода, которая свобода точно так же пахнет. Единственный минус. Вот мне не нравятся такие вот эти флаконы. Это или как это? Тюбик называется, да? Вот, допустим, вот этот. Из него можно все выдавить. А из этого, ну, не очень все. У меня заканчивается маска, которая очень редко в последнее время пользовалась. Но раньше она была моим фаворитом. Улетайс. Это серия Грин Мамы. Маска освежающая калиновая с ментолом. Защита от угрей. Ну, на самом деле, у меня особо угрей нет. Но вот именно при жирной смешанной типа кожи. Или когда, ну, допустим, как вы, там кто-то ругается. А-а-а, там сделай что-то такое, у тебя кожа блестит. Кожа у меня блестит. И если я сделаю другой режим съемки, она не будет блестеть. Но мне лениво его делать. Уж простите. Или я просто забываю. В общем, это 2-3 раза в неделю применяется на 20 минут. Ну, и, в общем, очень классная маска. Она еще есть в продаже на Грин Маме. Но, по-моему, она тоже снимается. Тут 100 мл. И она очень долго хватает. И есть еще такой же вариант с витамином F. Но мне больше нравится с ментолом. Я ее пользовалась в основном летом, когда, знаете, жарища. И чисто, и вроде как кожу в порядок привести и охладить лицо. У нее, конечно, срок годности вот уже в этом месяце закончился. Но, в принципе, она еще консистенцию не изменила. И ей еще можно месяц-два попользоваться. Тут буквально осталось на полтора применения. А сегодня вечером хотела ее заюзать. В общем, вот. Пока я, наверное, прервусь. Потому что, скорее всего, у меня там уже наговорила столько, сколько нужно. И заодно достану свои баночки из сумочки. Продолжу свое видео. Я думаю, что вы тут на меня уже насмотрелись. И ничего не будет страшного. Если тут будут только мои руки. Ну, в смысле, кроме меня. Из меня из сей. В общем, я и решила пакетик этот оставить. Это вот такая вот соль. Морская соль для профилактических ванн. Минеральная косметика на основе морской соли. Эспа от Лара. Натуральная. 500 грамм. Вот в последний раз, когда я принимала ванну впервые за полтора месяца, я грохнула весь этот пакетик. Тут написано или 250, или 500 грамм соли. Вообще, я покупала ее. У нас есть такой филиал Ашана Атак. Где, на самом деле, дофига всякой косметики. Но я туда очень-очень редко захожу. В этот отдел. И я купила себе соли. С одной стороны, именно для ванны. Напрямую использовать. А с другой стороны, у меня когда-то кто-то просил еще весной. И, надеюсь, все еще нужно. У меня просто летом совершенно не было времени на это. Сделать мастер-класс. Или хотя бы просто записать, как я делаю шипучие соли для ванны. В общем, там можно делать именно с солью в составе. А можно без соли. Я решила, что все-таки лучше купить соли. И у меня и два пакетика еще в запасах лежат. Так, вот эта вот маска от Аленки. От Фаберлик. Эксперт. Полностью я ей разочарована. Она, я не знаю, может что-то не так со мной. Или с тем, когда она сочетается с моими волосами. Может, это действительно так и должно быть. Но когда я ее брала, там были такие вот, просто на волосах ощущалось, такие катушки, точечки какие-то. Не знаю, шарики, что-то такое. Будто какие-то гранулы. Эти гранулы совершенно не хотели растворяться. Вот тут она осталась примерно совсем чуть-чуть. Вот такая вот она видом. Волосы после нее. Ну, в общем, эффекта какого-то особого я не заметила, если только в минус. Для глубокого восстановления волос. Я не знаю, что конкретно оно там восстанавливает. Питает волосы, по всей длине укрепляет корни волос. У меня объем от нее уменьшался. Вот если бы я помыла голову, а я разными шампунями ее мыла. И с Гринмамой сочетала, еще с каким-то. Если я помыла волосы шампунем просто, то у меня был объем. А если я помыла вместе с маской, то ощущение было, что я как-то прилизана. И это было в каких-то там видео. Ну, в общем, так как это подарок, это просто спасибо Аленке за возможность попробовать. Но такую я точно себе не куплю. Но если вам интересно, то номер это 8977. У меня закончился гель для душа вербена. Листья вербены от Ифраше. Утро в саду. Ну, я думаю, если вы знаете аромат вербены, то вам не надо объяснять. Шикарный вообще запах. Он мне очень нравится. Он слегка похож на цитрусы. Я остатки там вот было. Я пустила в пену для ванн. Как раз вот вместе с этой солью. Очень хорошую пену дала. И пену держит долго. По-моему, она даже дольше держится, чем та туалетка. Листья вербены. Она, в общем, у меня на коже, он держится дольше, чем сама туалетка. У меня закончился гель Эйвен Сенсус. Летняя коллекция. Бразильский коктейль. Лайм, ром и мята. Освежающий гель для душа с натуральным маслом. Тут вроде как совсем чуть-чуть осталось, оказывается. Но я... Можно, в принципе, пустить в пену для ванн. Я не знала, что тут осталось. На самом деле, ну как, я говорю, что они мне не нравятся, потому что надо очень много выливать, чтобы было много пены. Ну да, я люблю много пены. На самом деле, он очень классный. Возможно, я такой даже скажу. Если принять его, каким он есть, и попытаться найти в нем плюсы, то они действительно хорошие. Это серия Сенсус. Но единственное, в таком плане, она будет неэкономична. Потому что у меня вот столько где-то тратится, чтобы получиться у вас пена. В общем, я ее чуть-чуть отставлю, потому что в ней еще что-то осталось. Так, у меня закончился гель для душа от Аленки. Дефанс, наверное. Гель для душа, гранаты, манго. 250 мл. Знаете, запах такой классный был. Я даже, ну, тут еще какие-то, не знаю, осталось, что не осталось. Или я его катила в пену для ванн или для ног. Ну, в общем, я его пользовала в основном как гель для душа. Пару раз я его добавляла в ванночку для ног. Очень классный. Вот чисто просто по запаху даже. И, знаете, наливается, ну, когда на губку наливаете его, капаете, по телу ведете такое ощущение, что вы в соке таком в каком-то моетесь. Похож на, вот по ощущениям, был в фраше такой гель для душа, черешня из презернатуры. Вот что-то похожее. Так. Что у нас тут у меня закончился? Шампунь от Алены О. Привет тебе. Смотришь меня и спасибо за возможность попробовать. Я, конечно, понимаю, что я могла заказать это в Эйвен, но как-то руки все не доходили. Это Эйвен Нейчерлс. Шампунь-ополаскиватель 2 в 1 с витаминным комплексом, бритфрут и маракуйя. Знаете, не поверьте, но он мне понравился. Я какой-то брала из этой серии. Раньше у них были классные шампуни лет 10 назад. Какой-то брала из этой серии. Что-то там с грушей, она мне совершенно не понравилась. Еще какой-то был якобы за жирных волос. Я вообще его пустила в пену для ван. А этот он мне понравился. Он по запаху очень вкусно пах. Вот этим всем фруктиком. И вообще волосы, что с маской, что без маски, он, в общем, он хорошо влиял на мои волосы. Я могу его посоветовать. Я думаю, для жирных волос он подойдет. Так, у меня закончился скраб масляный, который... Тут я уже омыла баночку. Который мне подарила моя подруга. 78-летняя. Скоро у нее будет день рождения. В октябре. Это израильская, кажется, косметика. Секрет. Я перевела ее как секрет моря. Морской секрет. Это, конечно же, Дима, если он вдруг будет смотреть, я не помню его фамилию, которого кто-то обозвал фалангой. Из таких же, как он, будет говорить, что что-то не так произнесла. Но тут как бы сочетаются два слова. И си, и море, и секрет. Сам секрет. Ну, что хочу сказать. Если вы любите, когда на вас ощущение какой-то маски, масла, то он вам подойдет. Мне он чисто не очень понравился. Не поверите, мне оставалось две трети. Я из него сделала соль для ванны. Я тубиш просто развела его водой, там, сунула, залила это все в ванну и легла в такую ванну с солью и с маслом. Правда, после этого пришлось перенимать душ, потому что вот когда им просто чисто пользуешься, он реально такой скраб масляный с солью, солевой. И ощущение вот этого масла на коже мне совершенно не нравилось. Это вот ты выходишь из душа, кожа вроде должна быть какая-то чистая, а тут какая-то масляная пленка. Кому-то это нравится, кому-то нет. Я нарекомендую, читала отзывы. В общем, я из тех людей, которые мне нравятся, когда вы вышли из душа, а на вас масло. Масляная пленка. Некоторые моменты, эту фрешет там есть что-то такое, что вот масляная пленка, да, вроде как-то чувствуется, но не то, чтобы пленка, просто увлажнение, а тут именно масляная пленка, и мне оно не понравилось. Ну, а как соль для ванны, ну, ничего, если потом принимать душу. Я без понятия, сколько он стоил, ну, вот как чисто возможность попробовать, очень хорошо. У меня закончился Avon Natural для тела нежный йогуртовый крем-гель для душа, освежающий с ароматом лесных ягод и граната. Слушайте, такая шикарная вещь. Ну, у меня тут уже, я его там остатки на пену для ванн истратила, или для ног, я уж не помню. Какая шикарная вещь вообще. Я его даже окачивала, чтобы вот, наверное, все-таки это я его окачивала, чтобы кончик, чтобы на себя все эти остатки вылить в геле. Я, наверное, такой себе приобрету, если он еще есть в каталогах Avon, потому что, по-моему, я уже 3 или 4 каталога пропустила. Он, в отличие от скраба, мне больше понравился. Он классный, у него такой запах шикарный. Он действительно крем-гель. Слушайте, вообще офигительно. Я вот, если вам нравится гель Avon серии Natural, то я вам такой советую. Вообще, балдеж просто. И мой, это чистенькая вся такая. В общем, одни восторги. У меня закончилось вон тут молочко, масло для тела, масло для душа, пардон, от Ифраше кокосовый орех, 200 мл. Это из обновленной, я как понимаю, серии Pleasier Nature. На английском все перепутала. конечно, вы там в каменах будете вопить. Это не без этого. Если вы не будете вопить, это, наверное, не на землю упадет. Вот, когда оно сочетается с водой, оно становится вот таким белым молочком. Вот тут видно в флакончике. Оно мне очень-очень понравилось. Его, конечно, хватает ненадолго, но оно шикарное. И пусть оно 249 рублей, и в нем 200 мл, но оно сделано во Франции, а не в России, которые, как вот мне, мне кажется, что гели сделаны в России, Ифрашевские, они будто водой бодежные, они совершенно другие по качеству. В общем, если вам нравится аромат кокоса, и вы любите Ифрашев, французское Ифрашев, а не то, что разливают под Москвой где-нибудь или под Питером, то я вам такой советую. Я думаю, если я буду в Ярике когда-нибудь в этом году, если все-таки поеду, то я, конечно, обязательно такой себе приобрету. У меня, наконец-то, закончился. Правда, я просто про него забыла, и летом я им не пользовалась. В основном весной, немножко в сентябре. Традиции хамама. Пришел мне в подарок как-то в Ифрашев, это сколько у нас тут миллилитров-то хоть было? 75 миллилитров. Это восточно-питательный бальзам для тела с органей и эфирным маслом флердоранжа 75 миллилитров. Ну, я думаю, вы понимаете, как это пахнет. Это шикарно пахнет, но летом это и лишнее в плане увлажнения, но лично мне было. И еще немножко тяжеловато по запаху. А так вот, когда чуть прохладно, это такой согревающий аромат. До сих пор немножко пахнет. Он такой белый был. Он хорошо впитывался. Я его и как крем для тела пользовала, и крем для ног в основном. Очень классный. Он мне очень нравится. Но меня бы жаба задушила на полноценный формат. Если только в подарок. Так, у меня наконец-то закончился тоник для лица 30+. От Аленки от Фаберлик этноботаника. Тоник для лица увлажнения и тонус. Цветы, тиары, ягоды Годжи, масло, карите. Ничего сказать такого не могу. Ни плохого, ни хорошего. Тоник как тоник. В основном в принципе вот им можно было удалить бальзам, блеск или какую-нибудь помаду с губ. Термоядерную какую-нибудь термостойку, которую не каждая пенка удалит. Он очень хорошо с этим справлялся. А так вот именно я привыкла полностью и глаза и всю морду лица протирать. У меня, как бы сказала моя тетя, ты же девочка, девушка, как ты можешь так говорить, морду лица. В общем, он мне в этом плане не подходил, потому что он мне немножко щипал глаза, в смысле кожу, немножко щипал даже просто кожу лица, не в области кожи, не в области глаз. И, ну, в общем, какой-то дискомфорт он мне все же доставлял. Я такой точно не буду брать больше, но как возможность попробовать, спасибо Аленке. И номер, если кому интересно, 0827. Я первый раз вот так снимаю, немножко мне не совсем удобно сидеть, я не знаю, видно ли там то, что я показываю, но я надеюсь, что все-таки видно. Если это пойдет вот как бы на ура такое видео, то я следующие пустые баночки или какие-нибудь обзоры там заказов своих буду делать именно за столом, потому что мне как-то так удобнее. Так, у меня закончился лосьон огуречный, которым в основном уже последние моменты пользовалась моя тетя. Если вас кто-то укусил, допустим, какая-нибудь пчела, то и у вас зут, то им помажьтесь и все будет ништяк. Вообще, я раньше очень любила лосьоны, огуречный этот лосьон, я его покупала в аптеке, он стоил рублей 20, он сейчас, по-моему, где-то так стоит 20 рублей. Года три назад я его покупала, про запас аж две штуки. Вот у меня вторая штука закончилась, потом я, правда, сделала себе свой огуречный лосьон на какой-то там хлебной водке, я в водках ни херена не понимаю, но купила, какая попалась. И на огурцах, соответственно, у меня стоит в запасах. И в основном я пользовалась исключительно своим произведением искусства. Но вот то, что он был, тут, конечно, никакого особого огурца нет, в основном, был окрас, потому что он был зеленый. Если вы, допустим, сами решите сделать огуречный лосьон на спирту или водке и потом купите вот такой для сравнения вообще день и ночь. Он был очень зеленый. Не может быть огурец такой. Ну, я люблю спиртовый лосьон, но, в общем, жару он очень хорошо помогал. И если вас устраивают бюджетные варианты, вы за чем-то таким брендовым не гонитесь, то я вам такое советую. Его можно купить или в аптеке, или в обычном магазине промтоварном, там это где косметика, химия и прочее, бытовуха. Так, я все-таки попробовала эту хренотень от Алены О, которая как-то она, мне кажется, присылала потом в ответ на после того, как победила у меня на конкурсе, в ответ мне посылала посылку неожиданную. Вот там были вот такие два пробника. Такие, я-то думала, там розовое выдавливается, оно такое белое, причем оно какое-то такое странное было, но мне казалось, что оно там пересохло у меня тут лежа рядом с компом и уже никакое. А оно на самом деле, видимо, такой консистенции, в общем, ничего такого. Ну, интересный такой крем. Кожа, мне кажется, слегка так сияла. У меня в каком-то видеообзоре я была и, если ничего не путаю, Наташа из Екатеринбурга, которой мы общаемся в ВКонтакте в личке еще попутно, то бишь, она, в принципе, моя подписчица, ну, и там еще друзья. Она сказала, что у меня там какой-то румянец или что-то в этом роде. На самом деле, просто кожа, ну, я не знаю. Не то, чтобы он там выравнивает тон или еще что-то, потому что я так поняла, что поверх него надо будет наносить макияж, но такой интересный эксперимент. Я, может быть, даже не знаю, если решусь или нет, но у меня даже в какой-то момент была мысля вот купить полноценный формат от этого Энью Эйлон заряд энергии, но, с другой стороны, я потом без него посмотрела свое видео, у меня, если я не сплю двое суток, то у меня примерно так же выглядит кожа. И мне еще при этом слепят дифирамбы. Сегодня я выспалась. Поэтому, наверное, дифирамбов не будет. Так, призирная турит у меня закончилась, там малютка, она уже снятая, у нее срок годности заканчивался в апреле этого года, это туалетная вода смузи, я вот на настроение. А ты фрашек, я так понимаю, вы это и так поняли, да? Ну, тут 20 мл, она пахла тут вот у нас и клубника, и ежевика, и малина, и земляника, она пахла как черешня. Вот, я тогда стала заниматься и фрашей, но я уже не застала эти туалетки от и фрашей черешневые, я застала только большущий гель. И вот, эту туалетку, когда я увидела у девчонок отзывы, еще когда я была в рисках, они говорили, что очень похоже на черешню. И вот она до сих пор еще пахнет, тут буквально, может, капелюшка осталась, никакой химии, никакого там спирта или еще что-то, именно вот этой черешней. жалко, что они делают такие миниатюрки, ну, в смысле, вообще маленькие такие лимитки и снимают их очень быстро, не делая повторов. Вот у меня подруга очень любит мандаринчик фрашевский, но его очень давно уже нету. В общем, тут у меня порция пробников, у меня заюзала усиленно, это что, хоть у нас такое-то было, променад, кажется, если есть в Фаберлик какие-нибудь духи променад, то это они, потому что у меня тут все полностью стерлось, и мне их дарила Аленка, и такого пробничка, в принципе, и на пробу, и, ну, я считаю, что такие формата пробнички, они лучше, чем Эйвановские, потому что их хватает не на одно применение, а на несколько, тут еще совсем чуть-чуть осталось, и, в принципе, они мне нравились, но они напоминают, по-моему, сейчас я, кстати, еще раз попробую понюхать, они что-то такое напоминают, что уже было, я пока в Фаберлик не нашла духи, которые были бы исключительно вот в Фаберлик, они напоминали, допустим, Эйваны, Фраши, еще что-то там, Элизабет Арден, или кого-нибудь еще, так, еще у меня тут закончилась Альфа для нее, от Эйвана, Альфа для него еще лежит на столе, я их, оскровенно говоря, не поняла, они, по-моему, они что-то напоминают уже такое, было в Эйвана, немножко, кажется, чуть-чуть тяжеловатый, но и немножко сладковатый, потом у меня закончилась мелодия от Фаберлик, тоже от Аленки, сладковатым чем-то пахнет, тоже они, в принципе, такие, ну, как я уже говорила, что в Фаберлик я пока не нашла своих духов именно такие, какие бы, о, Фаберлик, чтобы было узнаваемо, приятный аромат такой на лето, так, еще, премьер люкс у меня, кажется, в подарок приходили, я уж не помню вообще, откуда у меня этот пробник, может, кто присылал по меняшках, может, еще что, в общем, я им не вдохновилась, этим премьер люксом от Эйвен, для нее, так, что у меня тут закончилось, дешевая, жидкость для снятия лака без ацетона, дамский пальчик, покупала в магните, кажется, тогда он стоил что-то не 15 рублей, не знаю, как сейчас стоит, очень хорошо, смывает лак, хоть и дешевый, голубая такая жидкость, кстати, вот у меня есть тут еще, в остатках было роскоши, вот она, и. и... с